Девушки отдыхают Итак, мы рассмотрим небольшой гитарный лик, который способствует развитию техники и определенному мышлению. Итак, лик строится на аккорде си минорном сабдаккорде, с добавлением еще некоторых ноток. Это нота ре, нота фа диез. Эти ноты также входят в состав си минорного сабдаккорда. Си, ре, фа диез, ля. Сами ноты будут. Еще фа диез у нас будет здесь звучать. Итак, начнем мы с вами с фа диеза. И попробуем сначала, для того, чтобы этот лик хорошо у нас получился, попробуем настроить с вами вот этот звук. Здесь вам нужно поиграть улы. То есть с первой струны на вторую. Получается Это у нас 14 до 10. И на второй стороне то же самое. Затем далее мы спускаемся по обычному си минорному трезвучию. То есть получается здесь мы сыграли с вами 14 до 10. И уходим теперь на три звуча. То есть получается у нас нота фа диез, ре и си. Обратите внимание на то, какими ударами вы будете это играть. Сначала мы начинаем с ударами. Лучше всего, удобнее всего здесь играть правилами переменного штриха. То есть так как у нас идет в этом гитарном лиге 16 ритм, то соответственно мы играем вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Если мы какие-то нотки пропускаем, то тем самым мы компенсируем удары. То есть получается вниз у нас. Сначала мы сыграли с вами вниз. И на пул как будто мы сами сделаем удар вверх. Соответственно следующий удар у нас идет удар вниз. Вниз. Опять вниз. Вверх. Опять пул. Затем дальше на третью струну уходим на фа диез вниз. Вверх. И приходим в си ударом вниз. Получилось. Дальше мы с вами идем по тем же самым нотам. Поднимаемся вверх. Сыграли фразу. Следующая фраза у нас идет. Прыгаем с вами на ноту ля фа диез. Здесь мы с вами обыграем просто пентатонический ход. То есть грубо говоря мы берем с вами аккорд си винор. Но только... Некоторые нотки мы убираем и играем с вами череду. Сначала на первой стороне, потом на третьей и на пятой. То есть если мы с вами рассмотрим гамму си минор. Вот. То некоторые ноты мы уберем. Смотрите какие. Это на первой струне мы играем только две крайние ноты. Это 14-15. На третьей струне получается... Стоп. 14-17. На третьей струне мы играем с вами ноты 14-16. То есть получается ля-си. И соответственно на пятой струне у нас получается си-ре. Мелодию у нас будет с вами... Мелодию будем играть на первой струне. То есть получается... Нота си. Это у нас получается девятнадцатый лат. Делаем пул. Переходим с вами на третью струну. Тоже пул. И на пятую струну. Получается 17-14. Затем так же снова поднимаемся выше. А дальше... То есть сначала мы обыграли все эти ноты. И теперь снова от си играем. То же самое, но только на пятую струну мы не приходим. Теперь играем ноту ля на первой струне в мизинце. То же самое проделываем опять с третьей струной. И приходим сами на ноту соль. Здесь мы сами делаем небольшой разворот на следующую фразу. Дублируем ноту ре. На первой струне. То есть сначала мы сыграли с вами. Сыграли ре, до, ди, с, ре. Перешли на первую струну. И дальше получается следующая фраза. Опять-таки же наш с вами этот ход. Который мы уже играем. Который мы вначале отрабатываем. Вот. Мы его сыграем. А дальше начинается другая фраза. Здесь мы с вами играем, смотрите, что. На второй струне 15-10. И здесь будет нотка прыгать с 15-го лада. То есть нота ре на ноту до диет. То есть с 15-го на 14-й. А аккомпанемент у нас с вами будет ноты. На второй струне нота ля. Нота соль на 3-й. И нота ми на четвертую струну. Вот. То есть получается лады 10-й на 2-й, 12-й на 3-й и 14-й на 4-й. Потом точно так же возвращаемся. И играем на второй струне. Нашу нотку. То есть вот этот тара-тара. Сначала мы сыграли, например. Си, ре, до, ди, с. Потом аккомпанемент. Потом снова до диет, ре. Опять аккомпанемент. Теперь давайте посмотрим, как лучше с ударами сыграть вот именно эту фразу. Здесь лучше всего ноту ре приходить ударом вниз. Потому что это сильная нота. Она получается и ноту ре, и ноту до диет. Мы получаем за 1-й. Потом уходим на 3-й струне. Удар вниз. Здесь у нас вниз, вверх, вниз. Третья струна вниз. Четвертая вверх, третья вниз. Удар вверх на вторую струну. И заново мы с вами приходим снова в 15-й лад, в ноту ре. Опять-таки же удар вниз. То есть если мы с вами закончили 14-м ладом, то, соответственно, когда мы доиграли эту фразу, то мы заново приходим в эту же ноту. В ноту до диет. Та-ра-там. И переходим уже на ноту ре. Если вы хотите эту фразу по циклу поиграть. Та-да-та-то. Та-да-та-та-та-та-та-та-та. То есть вот так. То между вот этими нотками вам нужно будет просто добавить аккомпанемент. Аккомпанемент, кстати, может быть абсолютно другим, абсолютно любым. И точно так же, по такому же принципу, мне бы хотелось, чтобы, если вы выучите этот лик, то что-то придумали, что-то еще свое дополнение. Например, допустим, вы играете... Какие-то свои фразы. Итак, после этого, как только мы сыграли... Мы с вами сыграли это два раза. Вот мы сыграли отсюда. И наши это обыгрываем. И далее, опять по циклу, играем нашу фразу. И так далее, и так далее. То есть, когда вы будете играть подобные вещи, то у вас рука начнет забиваться. То есть, появится небольшая усталость, это хорошо. С одной стороны. С другой стороны, это плохо. Это будет говорить о том, что вы недостаточно подготовлены к таким фразам. Но хорошо это в том случае, что вы начали развиваться. Что вы свои мышцы, мелкие мышцы, музыканты уже называют атлеты малых мышц, что вы свои мышцы начали разгонять потихонечку. То есть, то же самое происходит со спортсменами, когда они приходят в спортзал. То есть, когда они качаются-качаются, ничего не происходит, соответственно, результаты нет. Когда они накачались-накачались и почувствовали там себя спортсменами, почувствовали, что у них там все забилось, соответственно, пошло развитие. То же самое у музыкантов, у гитаристов, у пианистов, у скрипачей, у кого угодно. То есть, когда начинается легкая усталость, правильная усталость, не такая усталость, когда рука отваливается, гудит, болит, здесь может быть риск переиграть руки. Здесь очень аккуратно. Особенно с такими вещами, как пулы-хаммеры, здесь левая рука, она напрягается еще сильнее. То есть, когда мы обычно играем все медиатором, то здесь, получается, левая рука, она немножечко расслаблена у нас. Когда мы делаем все с помощью хаммеров-пулов, то получается так, что руки, они у нас напряжены. Вот. Здесь нужно тоже уметь расслаблять руки. Итак, на сегодня все. Заходите на сайт nnzokalov.ru, записывайтесь на уроки в скайпе, покупайте книгу «Гитарные схемы для импровизации» и просто подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на новости моего сайта nnzokalov.ru. Буду очень рад. До встречи. Пока.